Восьмой Венгини будет, Леон есть классический, Текис классический, есть Марсы, да, там, с Магнусами, кстати. Может быть, Магнус на восьмой еще и украсть можно как раз-таки у Темспирита, потому что на девятой можно Магнуса увидеть. Виверно банится, и Магнус пикается. Ай-яй-яй. Хорошо, слушай. Рубик? Ну, вообще, да, да, вспоминая там тот же Интернешнл еще. Видел? По губам прочитал, он Рубик сказал. Я точно знаю, это У, ну что, какое еще буква... Ну, эти ребята помнят, как они месили с LGD, какой был рейд героев, да, еще с тех бородатых времен сейчас, я думаю, ничего не поменялось в этом плане. Понятно, можно героев попроще взять, но Виверно в бане, вот, Виверно тоже достаточно контрит Магнуса, хотя, в принципе, все БКБшки могут нажать именно дамаж-дилеры, зайти и поубивать. Вот, но хилл, хилл есть хороший под сейв. Позиция, да, Магнус не любит выковыривать героев, да, там, за 2000 рнж, когда-то прыгать далеко. Вот, ну, посмотрим. Минута сорок. Так, в пользу какого героя склоняются Team Spirit? Раньше это было что? Раньше это был Рубик и Скай. Да, надо Рубик брать. Сейчас просто есть какие-то, да, то есть просто лейнеры. А, сразу? Не думая, да, решили. Ну, наверное, знаешь, и правильно, потому что если бы к этому итогу пришли экстримы, то это была бы какая-то жуткая история, где у тебя и Магнус, и Войт, и это все в одной команде. Ну, с другой стороны, выход сейчас дополнительно и в инвокера, если что, 18-го, да, есть, хотя не 18-го, это даже 17-го, вот, или 24-го. Плюс у тебя сейчас открытый потенциал на саппортов, вот, то есть ты можешь саппорта пикнуть позже, чем оппонент пикнет саппорта. То есть одного ты откроешь на 13-й, а потом на 16-й, 17-й у тебя еще саппорт закрывающий будет. Но я думаю, что Рубик должен быть в бане, и еще какой-то герой, который очень хорошо синергирует с Фейслис Вайдом. Интересно, каков он. Но вообще лейны надо подсекюрить немножечко, я думаю, что можно и подвыбить Худвинг, подвыбить Текиса, возможно. Рубик бан. Пока что все по плану, нашему. Ребята, пишем сценарий в прямом эфире. Ну и кстати, кстати, я супер не рейтящийся сейчас персонаж, это Скаймаг. Он очень редкий, но под Войда. И в принципе против Магнуса, который не вывозит героя, оказывается в резком инста-сайленсе. Ну, то есть тут ладно, можно рассмотреть разных героев. Леон есть, да, то есть на замену. Худвинг есть, но Худвинг не цепляет, а на Магнуса ничего не делает. Вот. Рассматриваем варианты. Феникс. Все-таки Тимфайт. Тимфайт убрали. Убрали самую жесткую имбу против Магнуса и убрали Тимфайт, который бы помог на контр-инициации с взрывом яйца. Вот. В БКБ стан. Ну и плюс есть чем защищать уже Фейслис Воид. Интересно, кстати, Спирит показывает, что стартовый Воид, он сразу же понимает, что он идет против Магнуса, поэтому в принципе есть возможность, если ты пикнул на восьмой оффлейн, то можешь открыть керри. Это очень круто. Возможно, кстати, это и будет, знаешь, камнем преткновения, потому что Тим Спирит, открыв не суппорта на девятый, они получили лучшую очередность в дальнейшем по поводу пика сапов. А сапы очень важны у команды Тим Спирит. Вот именно они задают, в принципе, стартовый темп игровой вместе с Ларлом. Ну, как и у любой команды, но у этой особенно важно. Но эти ребята довольно тернистый путь проделали к тому, чтобы играть под Ларла и как раз, чтобы выстроить, знаешь, когда он только пришел, возникали некоторые проблемы, что вот у него там на миде не складывалось, под него особо никто не играл. Все эти проблемы пофисили, ребята, и вот как раз сейчас... Банится антибэч и пикается Леон. Хороший момент. Нужно усилять линии. Нужно усилять линии. Под Магнуса сейчас взять двух сапов, которые не так сильно прям уже и боятся Вайда. Возможно, один из них должен быть Шедоу Демон. Кстати, не отрицаю этого момента. На понятные иллюзии пилятся, вот, и в принципе это не сильно работает. Но лейнеры точно должны быть сильными. Очень сильными. Что там, что у нас есть? Давай просто попытаемся перечислить. Течис есть, Худвинг есть. Шедоу Демон — это не сильный лейнер, но хороший герой. Вау! Ну, кстати, это чуть ли не самый чудовищный сейчас герой с этим... инфиблом, да, на первом левеле, или вообще прокачкой инфибла. Жестко, жестко, да. Интересно вспомнили. БКБ дизейбл, в первую очередь, да. Еще с покупкой Аганима, скорее всего, не сбить будет ультимейт. Ну, правда, или он может. Как будто бы даже неплохой герой против Вайда, знаешь. Если самого Вайда пытаться ловить через финсгрип, там дистанция большая. Так и на тиммейта можно Найтмарт набросить, если какого-то урона в купол не будет. Пока мы, ну, палец можем, наверное, рассматривать как что-то подобное. Ну, пока что можно увидеть то, что если Войд нападает, ну, то есть, то его, ну, то есть, то ответа прям жесткого там, ну, то есть, как такового нет. Или точнее, наоборот, если вот Магнус нападает, то кроме как Вайда пока что цели нет, да, важной. Да, то есть, вот, допустим, смотри, напал на Магнусе, на Вайда, да, то есть, продлили там, допустим, способности, убили Вайда, никто его не засейвит. Вот нужен какой-то герой, который или будет подставляться первым прямо сейчас, да, там, кого мы сейчас откроем? У нас саб плюс мид или плюс оффлейн, да, нужно еще понять, кто конкретно. Но мне нравится, что Етор не боится, он открывает коронного своего героя, у него, если не ошибаюсь, вообще 30 левел Войд. Он готов играть во все. Драгонайт. Причем настоящий флекс, настоящий флекс, риэл флекс. Ну, то есть, который не как, ну, то есть, ты на 100% не будешь уверен, куда он пойдет, это очень круто. Ну, то есть, в такой фазе обычно думаешь о Праймал Бесте, Драгонайте, героя, которым ты можешь еще обмануть до последнего. Ну, это хорошо, мы уже говорили, в прошлой серии, в целом, по динамике групп стейджа, Драгонайт один из самых мбовых чаров, почему бы его и не взять? Гримстроком смазали, вообще здорово. Два подкопа, два хикса, два пальца, в конце концов, да? Благоприятная игра под Драгонайта по карте, особенно в раннем этапе игры. Резкий гримстрок, редкий, да? Да, можно, можно, если что, придумать еще что-нибудь. Что здесь, смотри, вот экстримом сейчас пикинуть нужно, вот у них 2 секунды, а, ну, это дополнительного времени, да? Да, действительно, дополнительного. Так, так, что это у нас тут такое приятнейшее? Худвинг. Это мы. Да, это мы. Про приятное, это всегда про нас. Ребята, приятнейшие, я знал, что меня покажут. Вот, хорошо, на что мы можем обратить внимание? Гримстрок, редкий, редкий гость, но меткий, потому что как раз-таки против Бэйна, это же контрпик. Тебе даже не выходить, не надо никому стан давать. Просто накинул свой Инксвелл на тиммейта, который... А, Шардон. И лов, да, и все, и просто раздиспейлил. Ну, мы же рассматриваем на то, что и против Магнуса РП это хорошо работает. И Медуза появляется. Ой-ой-ой. Ой, а не это ли причина сейчас того, чтобы поставить Гримстрока 4 и зафармить Аганим? Кстати говоря, Гримстрок, да, с Аганимом. Это Медуза просто, да, то есть против них. И, кстати, забанили Драксира, вспомнили о Драксире, что он может. Я считаю, что туда надо идти уже давить Драгон Найтом, вот, и не выбирать никаких других героев. И выбирать персонажа в мид, да, там, условного пака. Ну, что-то такое небьющееся, да. Посмотрим. Жестко, жестко. На самом деле, в эру Дисперсера как будто бы Медуза не очень надежное решение. В эру Дисперсера Медуза. Ну, действительно, это так, да. Кстати, в Айду здесь, ну, он, конечно, ничего здесь толком не диспейлит, да. Посмотрите сейчас на героев, то есть здесь только Инксвелл, да. Да, да, да. Но сам Дисперсер апнут, да, то есть вместо дэмэджа теперь дается ловкость, а это значит и скорость атаки, и армор, и дэмэдж. Поэтому, действительно, Дисперсер всегда неплох, всегда неплох, особенно на ловкача. Обязательно на ловкача. Ну, или на универсала, если таковые есть. Драгонайт здесь будет тоже душным. И обратите внимание, что нет, нечем пока что иллюзию бёрстить. Прям мощно. Да, так на самом деле, иллюзия грима с гонимом, это одна из самых, наверное, поломанных механик, потому что ты не можешь её никак способностями сбить, ты не можешь особо пробить её, если уж по-честному, если мы говорим про Медузу, да. Да. Поэтому, ну, нелегко будет, нелегко. Банят героев, которые могут отвечать, ну, отвечать и завязывать как раз-таки Бэйна и Худвинг, да, на себе, и как раз-таки за шестую, восьмую, десятую рунку в миде подраться. Но всё ещё непонятно, понимаешь, что, то есть, можно принять решение в пользу Драгонайта, который будет с армором фулл фри стоять против Медузы, а можно Драгонайта поставить в мид, если этот герой сейчас, который появится на 23-й, будет слаб против ДК. Пангальера самим ребятам из Экстрим брать не хочется. Пака против Драгонайта заранее брать не хочется, потому что ты ещё ласт пик в Медузу получишь. Вот, и надо рассмотреть, надо рассмотреть этот момент, надо подумать, что ещё осталось. Точно не дэс профит, да, то есть, это вообще герой вне конкуренции. Ещё есть по-прежнему инвокер, по-прежнему есть инвокер для Ларла. Ну, то есть, я не говорю, что он там прям супер под Найн на инвокере, но под Войда, под Леона, под Драгонайта вообще в целом под весь этот драфт, плюс Монобёрн здесь очень хороший, обрати внимание, да, и для Бэйна, Бэйна, малый монопул. Банят пака, потому что понимают, что сами взять его не могут. И вот интересен выбор. Ну что, Пангалера попробует рискнуть? Ну надо, надо бы. Давай посмотрим. Ну, конечно, сложно, знаешь, но... Просто они из... Подожди, а что у вас по позиции? Худвинг мид, Бэйн мид, Магнус мид. Бэйн мид по Топсену? Бэйн мид. Но Веник это сап, я не верю. Веник это... Ну, потенциально... Нет, слушай, нет. Было бы это... Ну, они бы взяли какого-то милишного суппорта, да? Да, всё правильно. Если бы это было Веник тройка, хотя бы была линия баланса. Веник это сап. Да, Веник суппорт. У нас таким образом получается, что Магнус должен быть кором, да, тройка, скорее всего. Да. Потому что под рейндж-кора. Но Бэйн и Худвинг это два героя, которые имеют огромный потенциал быть кор-позициями. Вот, и в принципе, интересно, уже что-то... Это уже удивление. И, возможно, это должно было быть проблемой для Спирит, но вот так внезапно на Дазли. А это Дазл не три случайно? Нет, это Ларла на Дазли. Медовый, медовый, да. Ну, на самом деле, это и более логично, потому что я не особо хорошо помню коллапса на Дазли. То есть оно где-то вроде бы и проскальзывало, но не так надёжно. Вот для Ларла это действительно его герой, с которым... Обрати внимание, кого взял Иксэм. Медовый виномансер. Виномансер против Дазла. Кто бы мог подумать, ребята, что такой расклад нас ждёт вообще? Блин, я видел где-то виномансера на миде от Иксэма когда-то давно. Когда-то давно было. Но сейчас... Я просто рассматриваю это с такой позиции... А Верочка здесь где? Верочка у тебя с арканами на Медузе будет. Ещё и с арканами на Медузе, да, точно. Ммм... Ну, интересно. Это бесспорно. Это интересно. То есть ещё и Бэйн, Худвин, которые как раз-таки имеют в лейте потенциал больше, как коровые позиции. Потому что универсал Бэйн, да, он может дать сон, он может за сон убить. Это вообще очень сильно, потому что там покупаешь два слота, у тебя 200 дэмэджа с руки. И атак спид хороший, потому что у тебя по плюс 2,6 стата. Ну, к каждому прирост идёт. Ловкость, сила, интеллект — это единственный герой, у которого равные статы прибавляются. Было бы интересно на Бэйнамид посмотреть или Худвинг, но мы будем ведь смотреть на эту гадюку. Так не приятно. Ну, почему плохо прям? Давай так подумаем, у кого здесь более темповая карта? А темп никогда против Team Spirit не решал, да? Темповый Виномансер. Ну, просто по игре, ну да. 77 на 23, но ты обрати просто внимание. Да, действительно, ну, никто других цифр не ждал, я бы сказал. Да, ну да, да, наверное. Нет, ну ладно, знаешь, будь Ами на антимагии на каком-нибудь, наверное, я думаю, мы более равные цифры бы посмотрели. Ну, ладно, хотя бы приближённые к тому, чтобы было там 50 на 50 или что-нибудь ещё в этом духе. Да, ну, будем смотреть. Меня интересует противостояние в миде, то есть насколько будет сложно, да, вот на Даззле подбегать, кидать яд, да, и получать в ответ тоже яд, и под замедлением набегать на Виномансера. Это очень сложно, потому что ты и сам замедлен, и главное, кто первый подставится под крипов, и так как у тебя у Рунжа нет щиточка, да, каждый крипы будут по 60 секунд тебя рубить, вот. Тот, кто первый, тот и ошибся. Но у Даззла есть возможность похилить своих крипов и запушить линию, а у Виномансера такой возможности не имеется. Ну, кстати говоря, да, это... Может быть, поэтому и был пикнут Даззл, да, что типа не проиграть там линию, но... Слушай, а вот насколько было бы неправильно, например, самим Даззла взять Экстрим? Просто у тебя купол ставится, да, на кого-то не на Даззла, у тебя всегда есть грейв, всегда есть сейв. Ну, мы бы говорили там про Бэйна ещё какого-то, который может что-то набросить, но всё равно. Почему так вот? Нет, ну, просто я понимаю, что ты хочешь грейв кинуть, но понимаешь, да, сейчас, что шмотки не перезаряжаются, да, то есть раньше было имба, то, что ты постоянно блинковался, да? А, ну да. Вот тогда прыгал, 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 а сейчас такого имбы прям нет. Если честно, я удивлён по появлению позиции Даззла, ну, на коровой позиции, да, то есть достаточно был занерфлен, всё равно играбелен, но достаточно занерфлен. И перемещаемся в игру, чтобы заценить, каково это. Сейчас посмотрим. Так, смачок разбили, спирит, и кэф, 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 кэф. А, ну, только-то что-то прохладненько даже. 3.30 на экстрим, 1.32 на спирит. Равная игра, матч, мейн-ивент, там вот это вот всё. Интереснее уже не будет, и тут резко бац, бац. Ну, прям настолько они верят в или в драфт экстрим? Да верят в то, что чемпионы двукратно интернешнала сидят, играют просто вот и... Что их не победить, что их стрик не прервать. Это как Астралис в Counter-Strike, да, в моменте? Ну, я, если честно, Counter-Strike не смотрел, просто слышал, что они там... Я вообще не знаю, что уже играют, или что-то там стреляют где-то. Я вот смотрю, вот это, интернешнл. Амми. Это ферзблат. Амми, Амми, Амми. Амми. Надо было отдать скилл знаешь кому? Ну, нет. Он бы не взял. Он бы не взял, он бы сказал, так, ребята, мне ваши подачки не нужны. Он вообще на другой части карты стоит, кайфует там. Специально, чтобы не добить своего учителя. Вот. Он не будет это смотреть, он закрыл глаза, отвернулся. Вот. Ну, и XM начинает с Пойзона, закупился на большое количество статов, вот, пытается тут Ларла обкэсить. Но этот матчап, я говорю, интересно будет посмотреть, как он вообще... Ай, мисс в горку! Как же неприятно на Дазли вот видеть этот мисс. Ну, это просто представь себе, да, ты кидаешь спелл, который кэдэшится большое количество времени достаточно на первых ловлах. И вот ты хочешь продлить, и не получается. А мог зайти на горку и еще тычку дать. Не получилось. Тут у нас фармчик. Гримстроук и Войт, это два героя, которые хорошо отвечают, но сами и ничего не инициируют. Вот, они не очень любят... Ну, и фейс-то-фейс, получается, Войт не перебивает Магнуса, а Гримстроук не перебивает Белочку. Вот, это такой матчап. И посмотрим снизу, Бэйн сильнее Леона, однозначно, вот. Но Леон может хитрить, дать тычку, потом подкоп на себя, да, то есть, ну, подальше, да, и еще лишние две тычки с ренжи. То есть, здесь спасает миру только Ренж, его героя. Вот, Медузка подкачивается. Ну, и Медуза никак не пробивает ДК, да? Да, 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 это тоже верно. И был от Арканы. Арканы, да? Да, да, Легенда. С перчаткой, я надеюсь, да, все-таки? Ну, посмотрим, давай посмотрим сначала Арканы, а потом посмотрим, увидим, что будет дальше. Ну, вообще, вот эта вот история с Медузой родилась, как будто бы вот за один, за два, наверное, дня до начала дачи. Потому что до этого как-то, ну, со скепсисом смотрели на Медузу, на эту, а потом что-то бац-бац и распробовали. И как-то вот прям оно. Приятно то, что это в пабликах уже, на самом деле, почти месяц, наверное, я тебе честно скажу. Ну, это как только Арканы изменили, уже в Китае пробовали стратегию. Все почему-то нововведения исходят из Китая, мы как-то что-то, то ли не способны такие гениальные какие-то идеи реализовать. Но действительно, этот айтем теперь слишком имбовый, я его пропагандирую. Он дает, если просто пересчитать все в ману в минуту, вот, он, ну, в секунду, да? То есть он дает 4,7, да, даже 4,8 мана регена в секунду, что почти три сотни маны за минуту. Это слишком круто, да? Единственное, что он не дает теперь, это монопул. А на Медузу ты всегда брал базилу. Но, знаешь, в любом случае, Медуза это герой, который бьет с руки при очевидном раскладе, да? Поэтому нужно как-то добивать крипов, очевидно, не только змейкой. Поэтому нужно было бы как-то стабилизировать это положение. Вот, поэтому и скипсис вызывал. После каждого яда, который кидает дазл, XM просто дает одну тычку и кидает, ой, мипошку могу добить. Нет. Не-не-не-не-не. Жить. На ноль пока что смерть ей играет, ребята. Обрати внимание, что преимущество у Team Spirit больше тысячи. Так а там, посмотри, сколько крипов Ами добивает. 7-1 по крипстату, тяжелейшее положение. Честно говоря, не понимаю, во-первых, как жестко синергирует Медуза с ДК. Да, ребят, присоединяйтесь к Тругеймерсу, одной из самых крупных сетей компьютерных клубов во всем мире. Насчитывается более 150 киберарену, ребят, поэтому кликайте по баннеру описания стрима и узнавайте более подробную информацию. Да, игра, третья минута. О, даже извинился, XenQ, обрати внимание. Ой-ой-ой, пошло. Вот так вот. Ладно, ты просто прочитал мои мысли. Так, а теперь Lotus, размен по Lotus. XenQ забирает Lotus, отлично себя чувствует. Ну и XenQ без ботла играет. То есть он взял ботинок, чтобы доджить урон. Ну да, убегать от Дазла, это, в принципе, наверное, единственный правильный геймплей. Скорее всего, это немножко напоминать должно из прям самого казуального такого формата. Это когда ты против бетика приходишь стоять. Там от бетрайдера тоже бутылка особо не поможет, а вот тапок, стики. Как же тяжело стоять, как же Ларл душит. А если сюда придет какой-то суппорт? И вот Худвинг прилетает, обрати внимание, Ларл. Куда отсюда уйти, тебя уже заплевали настолько. Но это ошибка. Это просто наглая ошибка. Это Ларл виноват, получается? Ну, честно говоря, это того не стоит. Так далеко заходить, просто... Так, а по итогу, что значит не стоит? Он и не получил ничего. Он просто зашел и нафидил. Просто я честно еще хочу отметить, что как раз-таки у XM такой билд, что ты надаст ли его, даже если сейчас бы встретил и дал яд, один на один, ты бы его не убил. Он тебя, получается, кайтит, убить ты его не можешь, зачем тогда туда заходить? То есть ты можешь отзонить его просто от крипов, поденайить, стать ближе к крипам, да, то есть вплотную замахи делать. Ну, вероятно, он уже понял, да, это, но слишком поздно было в данном моменте. И несмотря на это, у Ларла по-прежнему топ-1 на Творс. Ну, слишком много было денайных или не отданных крипов, да, плюс еще ферстблат, конечно же. Хорошо, хорошо. Ну, конечно, разница какая-то дикая, там еще чуть-чуть. Если бы этого момента скиллом не было, скорее всего, сейчас бы в тысячу вообще разницы выходили. Это жутко, ребят. Да, это жутко, и Ларл как будто, знаешь, сам лично хочет как будто поднерфить свой нетворс, который мог бы вынести. У него могла быть легендарная цифра на 10-й минуте в районе 6 тысяч. Он дает надежду просто сопернику. Понятно, понятно, чтобы не все так просто было. Ларла говорит, так, ты подфить, потому что мне хочется его один на один вынести. Я не буду, да, там его раненого, да, то есть наказывать. А, кстати, хотел напомнить еще о том, что у Драгонайта может прокачаться случайно талант на Брэсфайр, и дэмэдж будет минус 50%, по-моему. Да минус 55 даже, там 30 плюс 25, но это не точно. Вот 30 снижение, и еще плюс 25, и того просто огоньком зацепил Медузу, и у нее почти ноль урона. Ну, это жестко. Да, это как Анфибл работает. Примерно, только Анфибл чуть посильнее. Ну, знаешь, у Брэсфайра все-таки и область применения больше, то есть там можно же задеть много юнитов. Ну и вот, как обычно, наблюдаем за линией, которая должна была доминировать от Extreme Gaming, но Team Spirit, по легенде, всей линии выводит 50 на 50. И мы видим именно это, смотри, Гримстроука больше, чем на 250, чем у Белочки, хоть она и тп в миндал и плюс килл получила. Ну, понятно, что это и в минус так же работает. Мира, кстати, разыгрывает здесь у нас кемп, не дает ему запулить. Ну, пока Мира разыгрывает девай, судя по всему. Главный вопрос, чем... Не умрет. Нет-нет-нет. У него стики плюс фейрик плюс лотус. Лотус еще есть, да, действительно, вот коллапс включается в борьбу с девайом. Замедление немного от Мира, ну и нормально, разошлись пока. Но коллапс на этой линии просто не страдает. Куча стаков, делается Extreme Gaming, интересно будет посмотреть за защитой как раз-таки этих стаков. Ну, кстати говоря, контестить справа нечем, да, то есть завалится, наверное, всей командой, и Spirit может быть, и тогда да, действительно что-то будет. Перспективный атак. Ну, именно убивать вражеские стаки действительно нечем, но не дать им их зафармить можно. Ну, смотри, вардов каких-то нет, то есть об этом не задумываются спириты, хотя, я уверен, очень уж часто выходит белка с линии, поэтому инфа должна быть. Так, факт от кибера, ребят. Вчера Ами на антимаге установил мировой рекорд про доты по XP. На антимейнж поражает лишь то, что разница между его показателем 1327 и топ-2 1205, это почти более 100 XP в минуту. И восклицательный знак, самое главное, восхищение. Нет, ну что-нибудь про Ятору написать. Опять про Ами, понял? Ну, есть кое-что, что не далось Аме, но далось Ятору дважды. Да, да, да. Да, мипошка. Мипошка! Да, перекликал! Взял! Ха! Хорош, хорош. Да, XenQ тут разыгрывает с мипошкой. Вообще, как будто бы XenQ еще и погибнуть здесь может, если... У него лотос, у него лотос, он не погибает. Это байт, это байт был. Но попался, попался мипошка, объективно мог сразу после руны нажать телепортацию, никто бы его не остановил, уже был потрачен, собственно, связочка. Ну, напоминает то, как Флай пришел забирать руну только недавно, да, то есть какое-то своеобразное дежавю, только у мипошки получилось руну забрать и погиб. Разбирал я этот на реплее, да, и получается так, что по деньгам, конечно же, ты в большом, ну, в минусе, да, в разнице. Но по XP примерно все то же самое, только единственное что, когда ты берешь руну, ты раздаешь двум сапам, а здесь в двух случаях оффлейнер с сапом разделили экспу за килл сапа пятой позиции. Вот, Флай или мипошки, соответственно. Так, ну смотри, как будто бы был дан кол фидануть, потому что уже в миде у нас гуляет гримстроук сейчас. Как же они хорошо старт игры проводят, ну что за потнари просто, ну, чти четыре тысячи нэтворца на дазле, у виномансера все плохо, купил он себе эти транквилы, пытается перехиливаться после нападения от дазла, если честно, стратегия какая-то, ну, такая, шаткая. Шаткая. Шаткая, что-то вот не чувствуется в этом какой-то жесткой уверенности. Дазл всегда может пропушить линию, веник фармит очень медленно, почему бы не поставить бейна против дазла, это точно так же работало бы очень сильно. Возможно, не играл, но Дейхудвинг, кстати, тоже может орешком пушить. Да, пока, если честно, наблюдаю только одно, у нас сфармили стаки свои экстримы, в лес окончательно сбежал виномансер, но вот правда сейчас приходится выйти дефить непосредственно тавр, и есть атака, да, по ларду, грейв, он понимает, что он живым уже не выйдет отсюда, пытается хотя бы иксема с собой забрать, тп на базу, больно, больно, живем. В это время на боте коллапс, отличное рассказство дает, ами погибает, погибает и мира, скорее всего, хотя еще есть подкоп, XXS, как догнать, как найти героя, там уже деревьев слишком много, ночь, темно, страшно. Мипошка говорит, сюда, выходи, здесь светло, я проверил. Мира, жизнь. Нормально, да. Ничего не угрожает здесь, мирославов. Скивер три. Две, одна, ну что? Да, да, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, не дает зацепиться. Элегантно, конечно, играет мира. Он еще и хочет окончательно догопаться до него, но тут же к Син-Кью прибежал, а это уже, это же нагло было. Мог выйти объективно? Нагловато получилось, да. Да. Точно так же, как и Мид играет у нас. Ну, они чувствуют, что они могут себе это позволить, этот кураж. А ты представь себе, сейчас вот была бы такая цифра, десятая минута, и просто пять тысяч разницы было бы. Ну, это просто пять тысяч преимущества. Роман, это было бы неинтересно тогда. Неинтересно было бы, да? Не хотим выиграть по-простому, мы даем шанс. Да, ну... Прощупываем оппонента, что он может, если мы дадим ему несколько лишних киллов, правильно? Особенно с Networx 4000 с плюсом на девятой минуте, да, то есть вот от Даззла. Какая же катастрофа у вами, я не знаю, 300 на десятой минуте. Эншентов, конечно, настакали ему, но... Ну, вообще он их пармить будет минуты полторы, вот это минимум, минимум. 4.80 у нас уже коэффициент на экстрим гейминг, 1.17 на спирит, все это от Bad Boom. Ну, пока по фактам, на самом деле. Сопротивления какого-то нет, борьбы какой-то... Четыре фрага сделали экстрим, вроде прикольно, но экономика целиком и полностью за командой спирит, и даже там с жирным плюсом, потому что 3000 это ничего себе. XM хорошо зашел, очень редко можно такое, кстати, увидеть. Вот, кстати, сейчас будет наказание, да, преступление и сразу же наказание. XM сейчас без открытого тавера, фармит в якобы своем лесу. Кстати, деможи много, может быть даже... А, нет. Там Грейв, если что будет, Мира точно не упадет, бежит ей Торо, да. Килл еще и в итоге для керри достался. Ой-ой-ой, какой донайд! Договорились, договорились, что будут они что-то дать Мира. Мира доволен, уверен. С криками, да я выживал, все нормально. Да, ну и видно, что XXS купил себе... Ой, купил, в смысле, прокачал себе в 4 Эмпауэр, да, то есть не будет ни скьюгеров 2, да, поначалу не было, не было давления оказано жесткого на Эйтора, просто попытался на аутфарме. И плюс сейчас очень нужна помощь Медузе, да, в виде демеджа, и как раз таки он ей дает это. Отходит, дает Эмпауэр, вот видишь, только что закончился Эмпауэр, и стаки наконец-то зафармили на 11-20. А у него получилось. Да, куча воды утекла с момента, как пришел Ами на этих Эншинтов. Ну, давай так, что там у него, тысяча, да, по-моему, даже чуть-чуть меньше, 700 монет он заработал по итогу фарма этих стаков. Не богато, но сойдет. Худвинг, Худвинг подкачал из-за счета этого, процент получила, да, то есть дивиденды с стаков, и почти 3 тысячи нетворца имеет, так что так-то виновансер с мида 3 800. Да, ужасная ситуация, понятно, что есть чем дефать, понятно, что есть, да, то есть какие-то опции все-таки присутствуют у Экстрим, но старт еще довольно трудный, даже несмотря на то, что Даззл два раза зашел под фонтан. Дивай, да, шел коллапса, Курьера у него забрал, 6-й левел у Дивая есть, но попытка нападения присутствует, хватит ли урона, Эксэм пришел. Давайте посмотрим вообще, насколько эффективен у нас виновансер. Погибный, погибный. Да, отлично, еще и Латхид остался Эксэму, очень нужный. Да, который сейчас даст ему весел, вот, и как раз-таки с зарядом весела можно пойти и поубивать каких-нибудь плотненьких героев, но не Ятора. Смотри, телепорты им пошли из блинка, врывается, здорово. Магнус, связка есть, РП, простакали контроль с другой стороны, хороший был рассказ от Мепошки с Мирой. Ятор тоже на месте, подивай, атака продолжается. Магнус к этому времени кочурился, идет плотное давление, с другой стороны Эксэм пришел, Ларл моментально нажимает на себя Грейв ТП, но тут внезапный ответ от Ксин Кью. Да, конечно, ценой хроносферы погибнет Ксин Кью, но тут уже и Ами рядышком разогревает Мепошку, но кажется, драться здесь не стоит. Табр сломает, скорее всего, коллапс, да, на своем драгонайте ему ничего не страшно, тем более тиммейты рядом. Ну и по итогу 1 в 3 размен, хотя это еще не все. Эксэма под Эксвеллом. Ами защищает тиммейта очень добротно. Эксэм готов откинуть парой способностей перед смертью. Коллапса добить получится ли? Да, конечно, получится, да. Тавры забирают спириты, но ценой чего? Миро подставляется до конца, оказывается, пошел у нас Эксэксэс. Не догнать. Ну, все-таки да. Ну что, что мы увидели? Позиция была у Тим Спирит хуже. Но стартовая драка, то есть вот именно нападение получается. И нападение тоже было, в принципе, с позиции Экстрим Гейминг. То есть была хорошая позиция, все было для Экстрим, но и они, не сказать, что вышли прям какими-то колоссальными победителями из этой драки. То есть они просто вынесли вот равную, да, равная ситуация плюс-минус. Ну, вот еще анкид по опыту, по золоту чуть-чуть лучше, там, в общем, в зачете. Да, то есть и не в минус Тим Спирит ушли. При такой ужасном старте драки, да, то есть Магнус увез Дазла, самого лучшего героя, который хочет подсейвить своих тиммейтов, как раз-таки, и постоять немножечко сзади. Как раз-таки реплейчик мы видим. Вот и Дазла увозит у нас с покупкой блинка на Магнусе. Вот, Тинкьюис Кустоп еще очень хорошо закастовывает. РП кастуется, вот там двойной фингер, все под ультимейтом, так, все давится. Смотри, как я Тора, кстати, тыкал. Весь файт просто девая, на, еще, ну сколько же можно? А где баши, да, я там баши в трип качал, что там? Да, ну так спида немножко не хватает, кстати, обратите внимание на два в райсбенда, но в этой игре это оправдано, потому что он удержал тавер и смо против Магнуса стоял до конца. Вот тут это можно объяснить. Хорошая, хорошая получилась драка, на самом-то деле показательная даже в каком-то моменте, потому что я уже потихоньку начал совсем со счетов списывать команду Экстрим. То есть вот эти вот 3000 экономика, ты вроде смотришь все плохо у Медузы, но вроде начинают немножко реализовывать своих героев, ребята. Да, и Экстрим Гейминг сейчас делают смоук, хотят за Т1 зайти, который есть еще у Team Spirit, там могут ответить все. Но, ребята, посмотри, немножечко поджались, воид рядом с Даззлом, то есть два кора фармят, рядом кемпы. И Экстрим Гейминг, на удивление, никого не найдут. Хорошая читка карты от Team Spirit. В этом плане всегда спириты были хороши. Уж чему-чему о макро-игре можно только поучиться у этих ребят. Да. Ну и вот так, все-таки один тавер готовы, ребята, отдать, учитывая, что тавер на боте, тавер на миде они забрали. Перчатки, кстати, так и не было. Вот, это сразу же манта. Ну, кстати, да, да. Похоже, можно и без перчатки играть. Нет, так действительно можно. Никто же не говорит, что эти 20 атак спида это были панацеи, потому что там ты давал, во-первых, 35. Ну, более, да, компенсация, безусловно. Так ты все равно потом эти арканы продашь. Ну, в любом случае, то есть это появится какой-то слот типа апнутого блинка, да, что-то такое. Ну, так же, как и ПТшка тоже когда-то продавалась. Вот, и выходят свои законные слоты, то есть манта будет, я так понимаю, пляй. Мипошка. Или скади. Связка, атака с разворота. Хорош штрейф от мипошки. Так, правда, финс грипп все-таки до конца, да, идут. Етора подкоп шикарно выдает с хроносфера по-троим. Да, палец сверху. Тут уже и коллапс рядом, готов станом огревать с Магнуса. Но тот блинкаут использует неплохо сыгранно, да. Внезапная атака. И хотел отметить, что еще и в Мидас пошел XM. Как-то, не знаю, правильно, неправильно. Ну, слушай, ему надо компактнуть как мид герою. У него нет потенциала никакого профармливать пачки. То есть какой раньше был потенциал на профарм пачек? То есть еще до Мидаса 270 золота. Это только потом начнет окупать свой атак спид. Атак спид и просто больше ничего. То есть это же не помогает тебе никак в борьбе против героев. А как раз таки они уже очень скоро пойдут. Хотят здесь засетапить Магнуса. Стоят в позиции два саппорта. Может ли подойти ДК, может Магнус выйдет подальше. Так, сам врывается в итоге. XXS не успел со скьюером. Вышел из дизейбла мира, но живым из этой передряги не выйти. Хотя, как же он старается. Как же он байтит. Моменты до последнего, да. До последнего винтика просто отыгрываю. Да, стрейф туда, стрейф туда. Вы даже если меня и убьете, да, но попотеете знатно. И за каждый момент идет такая борьба, приятно наблюдать. Кстати говоря, уже 2000 золота преимущества понемногу сокращают экстримы. И мы видим, что Ами потихонечку добирается до Иторо. Другое дело, что от Медузы ты больше ждешь, что это она темп задает. И это будет дисперсер. Как раз таки против Дазла. Против тайм делейшена. Против... Да, в принципе, здесь неплохой айтем. И плюс дополнительный демэдж все-таки. Какой-никакой даст. И еще, конечно же, жесткое ускорение. Вот. Ну, это и команде может помочь, да? То есть ты можешь задиспелить вот кое-что. Тем более, учитывая, что ставка у Team Spirit есть еще на вот эти вот медленные, проедающие вот эти способности, да? То есть в файте просто... Видишь, кстати, тайм делейшен. Частенько можно заметить, что тайм делейшен качается в один и берутся плюсики. Видишь, тайм делейшен качан в три. Честно говоря, от Етора я уже не первый раз это замечаю. То он там стрим включал, играл на Вайзе, такая история была. Сейчас и официалочки уже до этого дошло. Как будто бы не так уж и выгодно играть через плюсы. Вот последнее время, если так взять. Не, просто у оппонента посмотри, какое количество заклинаний, которое реально замедлится. Да, да, да. И, допустим, Худвинг может очень много... Кстати, обратите внимание, на билд к Тин-Кью это не будет физовой белочкой или каким-то там... Это будет аганим. Но, с одной стороны, не будет плана Б у команды Экстрим. С другой стороны, байтить на эту иллюзию. Ну, посмотрим. Но я думаю, что это все для того, чтобы потянуть время. То есть затянуть игру в уберлейт, жесткий лейт, которым... Хотя я не уверен, что ребята в уберлейте побеждают. Ну, вот если белка выйдет в дальнейшем, там, после аганимов, какие-то боевые сладки, наверное, можно будет располагать мыслями о том, что... Ну, как-то поборемся. А так, конечно, да. Я вот еще и хотел подметить, что и Тора не собирается там мапать какие-то молнии, да? Ну, в плане Мьолнир. У него уже вот манта, сразу диффузал. Ну, и разве что вот в дальнейшем это линкенсфера. Тоже логичный, правильный артефакт, потому что у тебя будет Магнус вывозить, да? Какой-то Бейн с Финсгриппом раз на раз задушит. Да, это точно. 15-ая минута секьюрится Тим Спиритами в боте Рошан. То есть в боте они его точно заберут, просто чуть попозже. И игра идет на Даззла, на самом деле. То есть куплено ганим, куплено травела есть в ботле хоста, который уже нажимается. Ну, возможно, подстакает. Но я думаю, что сейчас играют на оверфарм Тим Спирит. Они немножко зачилились. Это еще, кстати, одна из особенностей Тим Спирит. То, что они умеют останавливать, скажем так, драки и пофармить. Это верно. Вы тоже, ребят, можете пофармить. Бэтбум дарит тысячу фрибетов всем новым пользователям. Поэтому переходите по баннеру, по трансляции и забирайте промокод ДАЧУ при регистрации. Так, сложно. Нет? Нормально? Давай посмотрим. Грейв нажимается. Поизон. И еще один хил. Не успеет. Он не успеет. Умрет. Первый пошел. Так. Ну, Итору сейчас доберет. Итору сейчас тоже погибнет от этого терзателя. Да нет. Да кушает. Да кушает. Нет? Подожди. Подожди. То ли еще будет. Отпрыгнет. Отпрыгнет. И Ларулы получают. За свои старания получает шар. Нормально. Судя по всему у Леона и у Драгонна... Нет, стоп. У Леона? У Грима есть только шар. Дальше идет розыгрыш между Леоном и... Шел, точнее. Между Леоном и Даззлом. Все, все, все. Даззл получил 1400. Да, конечно. Все верно. Все верно. А то я думаю, что это такое как-то получилось. Вот. Получилось как получилось. Кстати, ты смотри. Тут и шард, и Аганим. К Синкью прям запакованный добротню. Да, Ксинкью сейчас обгонит процессу мидера и скажет, Ребят, сейчас я буду тащить. Все в моих руках. Вот. Он собирался покупать шард. Можем обратить внимание. Да, он до сих пор висит фастбайер. Сейчас поменяется на что-то. Интересно на что. Будет ли это глипнир? Ну, то есть, что это будет? Какой-то физбилд от Ксинкью. Будет ли мейджслейер, возможно. Хотя мейджслейер здесь не самый обязательный айтем. Но берут. Берут. Орешек переносит, правильно? Ага, интересно. У нас пошел все-таки в соллар, да? Бэйн. Окей. Я думаю, что это мастхэв в игре под Медузу, да? То есть, в принципе, большего бафа, который... Ну, и ждать нельзя, в принципе. Что будет происходить? Будет нажиматься, условно, от Бэйна. Кстати, смотри, у нас пробираются в Team Spirit. Первым делом находят Ксинкью. И это уже не какая-то иллюзия, хотя вот оно. Да. Отлично. У меня длиннее, говорит Мира, все правильно. Не, ну тут разменчик с киллами, вот, просто напугали, да? Развели на эмоции, можно так сказать. Но Рошана удерживают по-прежнему. Кстати, что по поводу Рошана? Может ли Медуза сейчас вступить в равную схватку? Ну, скорее нет, чем да. Хотя ДДшку нашел Амия. А может, все-таки да? Да, 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 летит Амия. Это тот самый момент переворота, может быть. А парни-то читают из Spirit? Понимаешь, дело пахнет жареным? Они не просто читают, они поставили тот самый крайний вард имбовый, про который я рассказывал. Посмотри, пожалуйста, на мини-карту под Веномансером стоит вард. Очень крутой вард, который показал, что тебе прилетела Медуза. И они переждут просто этот дабл дэмэдж, скорее всего, и готовы будут подраться. А может, они просто байдут по бадуге, зайдут в спину, и к этому как будто не готовы вообще экстремально? Главное, чтобы не по ДД. Как же хорошо стоит обсервер вард, и никто почему-то не чекает этот метод. Они вышли. Они вышли вообще прям глубоко как-то экстримы. Пушить Т1 с дабл дэмэджем. Они не верят, что спириты в них пойдут. А если сейчас зайти в Рошана просто и убить Рошана? Вот я тоже думал, слушай, это такой был бы крутой подход на морозе. Ладно, позиции, коллапс. Сейчас день, вижен есть, герои выходят из Макау, спирит. Очевидно, что уже крепочки не просто так умирают, да? И Даззл здесь не один. В Рошана. Ну, ДД заканчивается, да, наверное, если уже не закончилось? Уже закончилось, уже закончилось, 100%, да? Взбивает у нас... Да, да, закончилось ДД. Дисперсер уже Амит добрал. Купил Блэйда Фалагрити сверху. Более того... Миру отжимают. Смотрим. Атака. Моментальная в белочку. Погибает. Без байбэка к Син-Кю. РП-Х. Все это по Вайду. Правда, Стоунгейс как будто в другую сторону смотрел. Да, Яторо! Отличный подход по двоим. Возникают проблемы теперь уже. Ой, ой, ой. Медузы, манатрейна, вытаскивают ману. Яторо, бей! Яторо бьет. Проблемы также к Сексесу. Не выпустят живым и Дивай. Это фулл 5-мен вайб без разменов. Фуу. Да. Ну, на самом деле, Син-Кю поторопился по ощущениям, да? То есть он первым делом ворвался, поломал позицию своей команде. Хотя можно было бы издали нажимать кнопки и вытягивать самого Яторо на какие-то эмоции, да? То есть байтить его. Но в итоге спровоцировал Драку, которая повергла то, что ребята оказались в ужасной же позиции. И еще потом поставила Схрона по четверым. Ну, смотри, сейчас позабегают. Ами в хорошей позиции. Надо стоять под Медузой. Это ваш дом. И Ксен-Кю пробегают так далеко. Ну, это знаешь, как трон. Ой, не трон, а этот фонтан. Ну, нужно под Медузой играть. Все ультимейты потрачены. Смотри, как классно, да? Яторо понял, что дело пахнет с жареном и развернулся. То есть его Стоунгейс не достал толком никак. Так, и вот оно. Практически по четверым, кстати говоря. И сразу так оподеваю, чтобы тот, не дай бог, как-то не помешал. Ай, красиво. Да, и понимаю, что у ребят из Team Spirit есть еще несколько этих козырей в рукаве. То есть, если что, всегда можно задиспелить с помощью шарда этого грима, да? И еще можно засовить с помощью креста Дазла. То есть, в принципе, Войт там никак не умирал. Будь у него даже 0 хп, ну, я имею в виду 1 хп. Да, и самое тяжелое, иллюзии не работают у Медузы. Вот мы видим... Ну, из неприятного, да, действительно, что... Причем и Дазл, и Леонджи же еще есть, да? Да, 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 да. Мы отмечаем, что иллюзии не живут. А в свою очередь у них есть Драгон Найт, который тоже одевается в кору. У которых будут иллюзии, которые как раз-таки экстрим нечем депать. И я уверен, что Team Spirit сейчас обсуждает такую тему, что мы все равно ультра сильные в лейте. Манта есть, покупается Аганим, 18 левел на коллапсе, заходятся иллюзии, да, потихонечку. И ждут ошибки, ждут ошибки, немножко поджимают карту. Видно, что фармят чуть побольше, хотя с другой стороны видно, как Бейн прополз в другую часть карты. И там что-то... Ну, он фармить не умеет. То есть он находится, он оставил, возможно, под Медузу, чтобы шел туда Ами и там как-то подкачивался. Моргает, что Дазл перелетел, под Вардом видно, Ларл как раз в такой позиции интересной находится, что можно погибнуть как раз-таки от финсгриппа Бейна. Итак, Ларл, Ларл, ну почувствуй, почувствуй, что ты идешь не туда. Это проход не туда, Ларл! Синкью привязывает его, начинают пробитие жесткое, финсгрипп нажимается, это минус. Да, два шарфшутера все-таки сурово сказываются. Вообще готова тут попытка отомщения, может быть, какая-то? Нет? Нет, все, разбежались, да. Просто очень много ТП-шек нажали спириты. Не было мысли о том, что не переживет как-то эту напасть Дазл. Почему-то в этой катке вот, ну, такой, знаешь, анти-МВП Дазл, понимаешь? Это что-то Ларл... Да-да-да, ну ты посмотри, ну то есть это уже третий момент, обычно мы вспоминаем один-два. Третий момент, где он просто, ну, вот так вот... Так, хватит душить наш источник интриги. Это... А, нет, ну точно, мы же 6 на 4 договорились стартовать. Я тоже сказал, что все по-честному будет. Это факт. Ну вот, ладно. Мепошка, кстати... Это Аганим уже? Это уже. Уже, да. Уже летит, потому что Point Booster есть, Staff of Wizard есть, и, соответственно, два элемента... По-моему... Станет посложнее. Гораздо сложнее станет. Вот, еще Медуза сама себе купит, Патерпляй. Ну, кстати, интересная штука. ХСМ потерялся в миде. В миде потеряются герои. Купол был поставлен, если я правильно понимаю. РП, Хан на развороте, ХСС. В Стоунгейз герой повернута хорошо. Отличная игра для команды Xtreme. Отличная драка, точнее, пока что. Но это еще не конец, потому что Мира бежит в Soulbind. Рассказ выдается, и по итогу нужно сейвить как-то Ами. Как сейвить Ами, непонятно. Без маны, стремительно, равно как без хп, остается керри команды Xtreme. Чуть-чуть подставился, не доверился, что... Не поверил, что Магнус такой РП с разворота даст. О, Ятор молодец. Да, все хорошо здесь сыграно, действительно. Но начало было очень перспективным. Если нам покажут реплей, ты обратил внимание про каст? Тут как же все четко друг другу доверяют. То есть РП привез, и там уже связал к Син-Кью, и уже Ами залетал с ультимейтом. И все, они бы застыли и погибли. Но у Ятора было Егис. Ай-яй. Ну да, 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 это... Вот, смотри, смотри, Магнус, разворот РП видел? Хоба! Ну тут даже не нужна была ульта от Медузы. Ну да, да, да. Тем более там получилось так, что Магнус все-таки перевез Медузу, и герои смотрели в другую сторону. Но за счет буршвака, я так понимаю, там нормально развернуло. Ну и в любом случае урона было много. Но тут уже не пережить. Все ульты потрачены. После того, как ульты Extreme Gaming теряются, ну то есть прожимаются. Ну, знаешь, 5 на 3, конечно, любая команда может выиграть. А вот когда еще 2 доходят, там уже сложнее. Там уже сложнее. И Худминг планирует играть эту игру через магический билд. То есть лопать персонажей. Да в купол, наверное, надо сейвить как-то, поэтому Этериал берется. Как-то вот с такой позиции больше мне думается, как Синкью думает. Не, ну можно было бы рассмотреть Апнут и Юл, ведь потенциал у Team Spirit покупать нулифайер нулевой. Но правда, единственное что можно отметить, что с Этериалом у тебя как нападение, так и защита. А с Юлом только защита. То есть только в защиту играешь. Как же много еще моментов силы в перспективе Death Spirit в рамках этой карты. Ты видишь уже коллапс, да, с Аганимом совсем скоро будет. Гримстроук, да, мы видели пол Аганима. И Торо, само собой, у него там еще вагоны маленькая тележка апгрейдов. Да, тут потенциал у героев опасный, действительно. То есть Гримстроук купил себе Аганим, да, то есть может появиться Хект, может появиться Рефрешер, появятся две иллюзии Медузы. Кто-то БКБ нажал. Что-что, что-что, на миде. Все, Ларл в этот момент уже понимает, если на меня нападают, я должен нажать все и выше, тиммейты помогут, если что, вдруг. Иллюзия Медузы, кстати, появилась. Опа. Ну, кстати, а вот тут интересный момент. Там надо подловить, знаешь, чтобы Медуза включила свой сплитшот. Хотя, с другой стороны, если ты хочешь, чтобы эта Медуза, чтобы эта иллюзия убивала героев, наверное, даже наоборот тогда. Да, если честно, ну, знаешь, без сплитшота ты вроде в доту не поиграешь. Ну, то есть ты, конечно... Так, воет, стоит в позиции, думает, что нападут. Кстати, хорошие. Вот посмотри, да, то есть, несмотря ни на что, стоим. Знаем, что скоро Терзатель. Кстати, через 20 секунд должен быть Терзатель, потому что Дазл не справился в прошлый раз. Кстати, мы уже забыли о том, что Дазл, кстати, он же и умер три раза, да? Чип-чип залезел. Ладно, Кэфы, ребята, вы тоже видели, да, там десяточка... Десять хат перспективных, вот этих потенциальных, если какое-то чудо произойдет, и экстримы выиграют эту карту. Да, и одна целая четыре сотых на Team Spirit, ребят. Так, не кошка, нормально, все хорошо. Не, ну я думаю, что он его типнул в тот момент, да, кстати, коллапс получает шарт, это, по-моему, пятый нет, это четвертый шарт на команду, еще у Ятора нет. Но я думаю, что с таким нетворсом он себе его позволит. Кстати, Ятор купил Саганим. Это главная фишка, наверное, Ятора на вайде. Я не так много обращаю внимание на вайдов, которые там то в паблике, то в каких-то официалках играют. Как правило, более стандартные варианты. Здесь Ятора знает четко, Аганим да. А мне кажется, это все покупается для того, что, во-первых, ну, действительно, Time Delation, прыжки, купол надо нажимать, да, то есть это все стоит ману. Аганим дает тебе ману, да, то есть, и получается, что ты покупаешь Bloodthorn и покупаешь Refresher, и у тебя точно хватает на две хрона и на кучу прожатий своих... Ну, тут еще хочется подметить, что изначальная, скажем так, версия билда на эту карту Ятора была через Линку, но он купил Аганим. То есть, ну, видимо, понял, что так, ну, мы драки выигрываем, все хорошо, значит, можно по-другому сыграть, да, чуть-чуть более агрессивно. Ну, и кечить сапов, это очень важно, да, то есть ты прыгаешь вплотную к сапу и, в принципе, его инстабашишь, вот, это уже стабильно, это не то, что тебе надо попросить Гейба, чтобы он тебе шанс накрутил, но это все четко. Проверяли здесь, не нашли, делают прыжок, уходит отсюда. Ну, и ребята поджались, поджались, не так просто Extreme Gaming развести на алчную драку, но в прошлом противостоянии у нас их было больше, обрати внимание на вард. Какой красивый вардик стоит. Хорошенький, хорошенький. Хорошенький вардик, да, то есть это почти не сбивающийся вард, вот только если сентри ставить, вот знаешь, когда ты сбиваешь вард на своем ХГ? Клапс, прыгнул под Инксвеллом, стан будет надолго, но поддержки нет никакой, тем не менее, Клапс уже с Аганимом, поэтому по текстурам летает благополучно. Мне вот нравится нападение Team Spirit, да, и вот я представляю примерно, что идет в Войсе, да, что, мол, разведем на эмоции, да, я нападу, ты мне даже Инксвелл, если какой-то суппорт подставится, мы на него нападем, да, то есть, но мейн-таргетом Медузу не делают, они ее просто пробивают, чуть-чуть щекочет, так сказать. Вот, Рошан через минуту 55 уже встанет. Ну да, это довольно длинный такой Рошан. Ленкин-сфера. А, Мира собирает Ленку, вот так договорились они, значит. Ну да, то есть, если игра зайдет в лейт, то лишний слот, который должен был себе оформить Ютора, да, переложили на тиммейта, это круто. Ну, знаешь, вспоминая характер Миры, он просто посмотрел на билд Ютора, думает, о, балбес на керри, да, не покупает Ленку, Кутаганим взял, ладно, все самому делать придется, ну. Ну, слушай, пусть сам себя спасет в файте, потому что Леон здесь тоже очень важен, вот, в принципе, если будет Леон, который сможет ману высосать достаточно много, да, то есть у Медузы в тимфайте, это будет тоже очень круто, то есть выжить. Самая главная, получается, задача Леона, это выжить в моменте. Иллюзия Медузы, кстати, давай проверим, насколько она сильная. Ну, как-то, кстати, легко, да? Ну, она очень легко, у него нет раппира, надеюсь, на Медузе, что так на секунду показалось. Смотри, какие артефакты он покупает себе, то есть там урона действительно нет. То есть Дисперсер, Манта, Аганим, он тоже какой-то более магический вариант Медузы здесь. Ну, ультраловкий магический, да, то есть у него 32 армора, то есть у него 200 ловкости, он готов драться, готов змейкой, в принципе, всех заменять. Ну, и Ятора, мне нравится, как он играет, кстати, форма была нажата, и Иллюзии пошли в атаку. Ятора прыгнул там, по-моему, а, нет, все, все, он выпрыгнул обратно на шарде. Иллюзии скаутят, Иллюзии сейчас пошли напрягать, вот, но Медуза может справляться с ними, но пока что только Медуза. Не знаю, как иллюзии, но когда настоящую Медузу задели, я напрягся. Смачок разбивают у нас экстримы, ну, вот это может быть сейчас путь в один конец. По крайней мере, в рамках этой карты уж точно. Путь в один конец для кого? Я думаю, для экстримов, что-то. Ну, скажем так, если эту драку проигрывают спириты, то шансов много будет развернуть. Спелл не вылетел у XenQ, ну, ладно, занятно. Слушай, ну, что можно сказать? Драгонайт бежит в мид, руну контролили. Тааак! А что если он бы его зацепил? Они понимали, где враг находится. То есть это была фул информация, и ты посмотри, что происходит. Они дождались момента, когда экстримгейминг не успеют разобрать Рошана и уже перелетели через портал. То есть все, что мы как-то советуем где-то в каких-то катках, Team Spirit делают почти в унисон с нашими советами, скажем так. Ну, знаешь, так, если еще прикинуть, так, коллапс. Ну-ка, рядом мира есть. Разминают бока. Здорово, Медузи, хороший купол! Минус. Великолепно. Действительно, то, что нужно было команде Spirit, сейчас можно забирать легко. Т2. Терзатели еще можно подав... А, нет, терзатели забирали сами, ребята. Да, да, да. Не успели они тогда. Да вот, знаешь, 70 секунд это довольно много. Может быть, и на ХГ забежали. А, нет, Рошанщик. Spirit, ты все четко понимаешь. Даже не Т2, понимаешь? То есть не Т2 и потом Рошана сразу. Сразу Рошана, потому что сейчас у них ни единого шанса нет придумать эту драку, а потому что забирая не Т2 в миде, если там, ну, пару отпустишь, отпустишь, змейки, виномайнсера, да, там, покидали, сплыв, отхудинг, и 20 секунд, возможно, до респавна Ведузы могли бы что-то придумать. Зачем давать шанс оппоненту что-то придумывать, если... Чуди сам, короче. Чудите сами, ребят, не придумывая. Ну вот, забирают Рошана, кому, да, Войду, у нас Аегис. Вместо в Райсбэнда еще есть свободный слот. Причем еще большое преимущество Аганима, да, то, что если ты захочешь еще какой-то слот себе приобрести, ты просто Аганим строишь, и все. И плюс еще дисперсер. Так, ну пока тяжелейшие времена наступают у нас для команды Extreme, потому что Spirit и сейчас все внешние строения пособирают. Да, хотел в моменте, если сейчас будет, да, свободное время, оно у нас есть, вот аккуратно к Синькью от Дефа и Т2, я думаю, Драки не будет рассказать о том, что... Чем разница Войда Киритыча от Войда... Ну вот, Ятора. Я объясню. Ятора делает фокус на то, что он будет полезен и без хроносферы. Он не думает о хроносфере как атаковой. То есть он ее ставит... Ну, она у него сама включается в голове, да, когда, мол, ну, надо поставить. Он относится к этому герою, видишь, он покупает Аганима, он относится к нему как к фул полезному персонажу, который и просто так может бить. Вот, и покупает кучу на него статов, берет на 25-й левел, конечно же, как и все, это понятно, и берет себе универсальное уклонение в виде 20%, и тогда живет. Так. Он и коллапс-линию просто отпушивал в центре, если уж честно, тут какого-то стресса даже ждать не стоит. Ну, точно, что коллапса не заберут, да, причем коллапсы агрессивно делал вид, что с ним вся команда, но шел один. Хорошо, Ксин Кюкс это все делает, да, пришел, пачку забрал, то есть на какой-то ХГ ты точно не пойдешь. Да, но все равно пробивает немножечко вайда, заставляет прыгать, может в какой-то момент это ири порешает какую-то ситуацию, ну и вот коллапс. А серьезно, да, они поднимутся, не, погоди, крипа уже нет. Не поднимутся. Ну, крипа и далеко, то есть они идут, но там форма уже больше половины времени отработала. Я думаю, отыграют от варда, который стоит, или зря поставили, ну неужели зря поставили, я в такое не верю. Делают телепортации, будут ловить у нас Бэйна? А, но Бэйн это не так страшно. Ну да, он здесь один, это просто халявный килл. Ну, наверное, это тот килл, который позволит выйти сейчас в мид, да, и сломать там-то два строения. Безусловно, безусловно, и не будет, в принципе, Бэйна 40 секунд, не хочется без него драться, Бэйбэк точно форсить не хочется, он и так там бедненький, несчастный, 7500 натворца имеет. Вот, и будут контестить сейчас вард. Будет ли Ютора сам сопротивляться контесту варда? Да, 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 Ютора кричит, да, конечно. И тебя тоже мы вылечим. Это просто нереально, это просто нереально. Иксэм, кстати, здорово, двухкоров подвез, окаменел, я так понимаю, дазл, не успел ни одной кнопки нажать, Ютору с Айидисом, таймволк, секунда, дожить Бэйнен, не сегодня, в это время, Сулбайн под копы, отлично, Калас в позицию занимает получше, его иллюзии просто дамажит, в это время Ютора до конца за Иксэмом. Чудесная ситуация, правда, есть нюанс, Ютора надо пережить, нормально. Айми бьет больно, но в целом пока ситуация складывается прикольно для команды Спирит. Прикольно, ребята, это новое, да, то есть ни в плюс, ни в минус, это прикольно складывается. Прикольно. Но действительно, это был такой более Йоломув, но он за это заслужил 25-й левел, плюс курица-рестница, у него появится дисперсер, и еще плюс лот, место в Рейсбэнде, я думаю, что Орчит, наверное, положит себе, да, ну или, возможно, начнет с Гиперстоуна, ну и плюс итак спид себе возьмет. Ты просто обрати внимание, как это все происходит, то есть, да, действительно, вот это вот на нежданчике. Если в паблике есть такие моменты, есть окошки, где нежданчики бывают, ну, с такими какими-то банальными, то это был не банальный нежданчик, и вся команда показывалась, и он был один, абсолютно один, и пошел и убил двух героев, но видел, сколько дэмэджа все-таки. Обычно после такого игры закидываются в паблике, знаешь, это. Да, действительно. Потому что команда твоя, как правило, твой кол не услышала, или даже не захотела слышать, или ты даже его не давал, скорее всего, и сам прыгнул, ну и успеть тоже не могли, поэтому. Но за тобой этапнул 25-й, сейчас он берет свои слоты, по-прежнему у Team Spirit, вот такие вот пики у них всегда, и в early-гейме хорошо, и в mid-гейме хорошо, и в late-гейме вообще прекрасно, ты представь просто, что у него сейчас будет, вот сейчас просто приедет курьер, он почти привезет и фляй, и дисперсер, насколько усилится Faceless Void, вот просто 26, да, то есть 26 тысяч, ну вот именно золотого фарма, знаешь, то есть именно всего предмета, весь в вещах, знаешь, не то, что ты там сэкономил, да, там на новую квартиру, еще на что-то, а ты вот прям все в вещи вложил, вот, все в бизнес, все в бизнес. Ну это жестко, это инвестиции с умом. Да, действительно, и ловкач он жесткий, уменьшил сейчас гигантский урон Медузы и Магнуса по себе, вот, и, в принципе, единственное, на что может напороться, это на то, что он прыгнет, и ему дадут РП, наверное, так. Ну, все-таки неплохо, да, у коллапса Блатор мы видим, да, уже, он, наверное, был в прошлом файте, если я правильно понимаю, там, где герои у врага байбекались. Да, 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 был, был, был. И сейчас, кстати, интересно, а можно состояние выкупа посмотреть, вот, в принципе, сколько героев, только Леон и Бейн имеют сейчас возможность выкупа, остальные по деньгам, кроме Веномансера и Худвинг. Вот, эти ребята байбекались. Но тяжело, вот сейчас главное не нарваться на какую-то вот ту самую неожиданную драку в команде Экстрим, а смоки уже справа разбивают паны. А Ятора уже создает эту неожиданность. Торооооо! Это было быстро. Да, Эзелен, кстати, неплохо помогает. Амен, разворотик, окаменел Еторо. Еторо, Едиса нет. Маны тоже нет. Погибает Еторо, но, правда, есть еще другие парни, с которыми надо разбираться. А чем непонятно? Какой же дикий демаж. Очень много иллюзий. Медуза урона выдает. Кошмар! Это после байпека еще был Бэйн. То есть в данном эпизоде погибло 5? Так, сейчас убитно на скал. Я очень хочу посмотреть Fight Recap. И посмотреть, сколько дэмэджа нанес конкретно Мепошка в этой драке. Там, по-моему, плохо показывает. А, иллюзии... Возможно, возможно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим итог боя. Да, не показывает. 245 дэмэджа. Там точно не 245. Дэмэджа там намного больше. Чуть-чуть побольше, да. Действительно, и ДК наносил дэмэдж, видно было и Дазл. Понятное дело, что или он свои скиллы кидал. Но вот эта иллюзия Медузы, которая била весь файт, она точно порешала. Пиковый дэмэдж от нее зашел. Ну и что это? Ну и то, это еще и Тора. Идеально заберстили. У него, представляешь, вот у него 3000 хп. Но у него универсальное уклонение. И все равно не хватает, чтобы выжить. Но зато там почти идеальный бёрст. Видно, что Extreme Gaming старались. И отдали должное фейслисоиду и его наказали за это. Ну это минус три стороны, наверное. Ну две точно, две точно. Да, ну что, у нас атака под Т4 уже идет, да. Моментально забирают Эксема. Хорошо. Выбор Реномансера не оправдался. Не оправдался вообще ни при каких вообще. И это еще при том, что Ларл давал надежды. Давал надежды ребятам из Extreme Gaming, но которые не реализованы были. Просто бьет, просто бьет. Просто зверь, а не дракон. Я не знаю. Так, ну смотри. Отступают у нас ребята из Spirit. Очень дисциплинированы. Дисциплинированы. Да, да, да. Не, ну это можно понять, потому что главного кора убили. Плюс резается Рошан. То есть через минуту 15 мы узнаем, какой тайминг. Ну а ты плюс, кстати, Терзателя сейчас можно еще забрать. Так, Дивай нашел как-то Миру. Я так понимаю, гем еще был у Миры, поэтому чуть-чуть игрались по экономике Экстрима. Знаешь, на секунду так. Странное ощущение, да, когда ребята берут Терзателя и кто-то погибает. И ты такой думаешь, не понял? Да, да, да. Кто отвалился? Я тоже смотрю, думаю, да вроде же не было. Да, да, да. Ихронно минус Магнус. Без байбэка. Ну, хроносферы нет. Без хроносферы, скорее всего, и не пойдут. Никуда спириты. Не, ну давай так, но Магнус без байбэка. А, нет, они не знают. Все, стоп. Вот тогда нельзя оправдать эту хроносферу как суперполезную. То есть она действительно принесла килл. Но это временный килл просто до Рошана. Ой, там плюс зарплата какая-то у Мипошки. Четыре паунтируны на сороковой плюс минутах. Ну да, это получается сколько? Там 440 на 5 это 2200. То есть это просто до 200 одной команде. А если еще в разнице между двумя, 4400. Да, такие у нас в математике, ребят, в школу мы ходили. Почитали. Так, куда? Коллапс. А что вы не ливаете, да? Вот такой вопрос. У меня такое ощущение просто, что... Я не знаю, я с этим Виномайнсером очень хочу понять. Очень хочу понять и не могу просто. Ну, наверное, идея была за сноуболицу, да? Попытаться как-то на линии задавить, но... Жалко, жалко Веника. Но это действительно очень жалко, потому что... Были реально персонажи, которые бы действительно красочнее смотрелись на позиции мид-лейнера. Так, Итора с коллапсом разогревают потихоньку. Иллюзия пошла. Ну, Ами справляется. Да. Продолжение тоже от Итора есть небольшое. Ребята форсят их на неудачную драку. Прикинь, за 20 секунд в этот маленький промежуток времени они форсят их на плохую... Ну, на принятие плохого решения выйти. Но тут два варианта. Либо вы деретесь, либо у вас падает база. Хотя, с другой стороны, он закончился. Ульту коллапса, да, может быть и нет. Итора. Не, нормально. Выпроявит обратно. Все хорошо. Выход будет или нет? Да, Магнус резается. Виномайтер не так страшен, как Магнус. Это правильно. Правильное решение. Молодцы, вышли. И... Так, у Магнуса рефрешер. Ну что? Да, он был как раз в прошлый раз. А возможно, Итора как раз и посмотрел. Знаешь, что появился рефреш какой-то, байбека, значит нет. Надо ставить. Ну это про купол, ну, который он ставил в одного героя. Да, да, да. Ну и получается, что мы увидим царское или не царское. Или знаешь, анти такое исполнение. Обычно у Магнуса в среднем не бывает. Да, у Магнуса или очень красиво вау, или оооооо. Ну, в этой игре было все. И вау, и не очень. Не, на самом деле я бы не заметил прямо за X-XS каких-то проблемных реверс полярити. Он вроде давал их покор героям и всех берстили. Просто сила команды твоей была, ну, меньше, чем... Да, просто этого мало было. Вот я тоже поэтому... Мало было, да, да. Но я имею в виду, что не руинер, знаешь. Нет, нет, нет. Ну, то есть, что он на Магнусе все хорошо, в принципе, делает, старается, свою работу выполняет. Так, смотри, Рошанчик встал у нас. Рошанчик уже даже на верхнюю часть карты перебежал. С Макеи на Смакеи. Прыгает коллапс. Отлично, нагрели сапиков. В первую очередь, конечно же, Бэйна и Худвейнг. Купол ставится. Два героя, но тут совсем бесшансовая какая-то. Иксэм, последний воин. И тоже силы его покидают. Нет одного бэйбэка, нету команды экстрим. Скорее всего, можно сдаваться. Как только увидят на следующей пачке крипов, сразу же напишут ГГА. Пишут Джи-Джи. Миру убить! Миру убить! Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя просто ни одного. Эдор уже стоит, говорит, дай, 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 ударю, дай. Да. Вот так вот, друзья, заканчивается у нас первая карта нашего мейн-ивента на сегодня. Хорошая, хорошая карта получилась. Ну, наверное, я даже чуть-чуть большего ждал. Ну, наверное, более равной борьбы какой-то. Здесь мы увидели все-таки, ну, не деклассирование, но мы увидели просто уровень спирит, которым было интересно играть в доту и показывать классные перформансы. Обратили внимание, как он сказал, деклассирование. То есть, ну, мы тут все ученые вошли в чат. И, в принципе, да, я бы хотел сказать, он должен был сказать слово одно. Вместо этих десяти слов просто Веномансер. Ну, то есть, в принципе, Веномансер и осложнил игру для... Ну, стратегия же была. Последним там брали этого Веномансера. Ну, то есть, какой-то план-то же был. Слушай, а может быть, он случайно взял не этого героя и уже стыдно было принять решение ОПА ОРМК? Как ты думаешь? Такое вообще, кстати, возможно. Интересно, что в правилах гласит? ОРМК не будет. Пикнул, играй. Все. Ну, это когда-то нас отсылает на давнишний интернешнл, где, помнишь, он цене мисквикнул героя. Точнее, или не успел пикнуть, там какая-то такая история была. Хотел пикнуть, хотел забанить, но пикнул, потому что время прошло. Играйте. Да, так это они, по-моему, на драфте. На драфте им выпал герой. Коровые позиции вроде герокоптер или кто. Герокоптер забанить он хотел, но его пикнул в итоге. Может быть, да. Ну, ладно, эту историю, может быть, в чате ребята напомнят нам об этом. Да, древняя, да. Сто процентов так и было. Просто вопрос в том, что играйте. Да, ну, взяли героя, все. Осознанно, неосознанно, случайно, нет, а вдруг выиграет. Так, давай так. Ларл, в миде первый раз, потом в миде второй раз, в топе третий раз, на терзателе четвертый раз. Ну, и вот если так... И причем я это не хотел запоминать, оно просто само как-то так происходит, все это видно. Но это никак не сравнится просто с одним пиком Виномансера. И точная вот Виномансер проблема после таких слов? Ну, нет, ну, так стой, подожди. Даже если с такой, так, кстати, здесь отличная хроносфера от Етора, вот, я думаю, что он пробежит еще дальше и начнет бить Магнуса, что впоследствии даст возможность коллапсу дать стан. Видел, коллапс дал стан, а Магнус блинкаут дал. А если бы бил Етора? Ну, были опасения, вероятно, что там еще где-нибудь сап или кто-то вообще, в принципе, из героев. Ну, а здесь я не верю, что Етора мог погибнуть. Ларл убежал уже крест давать, если что. Он просто дал хил. Не-не-не, здесь эта драка не выигрывалась, но согласись, никаких, то есть, какие бы хроносферы не ставились, но, опять же, прекрасная хроносфера, видна командная игра от Team Spirit. Я бы не сказал, что Виномансер это герой, с которым нельзя сыграть. Вот здесь, кстати, реверс полярити, да, нажатый ультимейт, под которым, даже не верили, наверное, что такое количество урона влетит, но XenQ дал орешек, плюс привязал и дал ультимейт, и так вот, под вырубок, кстати, нет, ультимейт он только сейчас кастует. А тут уже Ами не спасти. Да-да-да, на самом деле, пик Медузы какой-то был максимально неоправданный. Вот ты мощнишь на Виномансера, но, объективно, когда пикали Медузу? Ну, понятно, Вайда это еще надежда на то, что Медуза застомпит и, скорее всего, переедет. Но вот в Гримстроуке, ну, мы же видели, да, в один прекрасный момент, вот, наверное, будет этот эпизод в рамках хайлайтов, не было Вайда, его просто сбрили. Всю команду убила иллюзия Медузы. Совместно там с Драгонайтом, конечно. Ну, там и Драгонайт демэдж наносил, да, понятное дело, что и Войт, в принципе, создал эту драку, скажем так, да, то есть он пробегал первым с Инвизом на руне, вот, взял он. И вот он, вот этот момент, да, вот он с Инвиза забегает, Паша, и сразу после Паша ставится эта хроносфера, понимает, что Виномансер без байбэка. Ой, хорошо, конечно, здесь все так сыграно было на тоненького. И вот она, вот она. Ать! И погнали. Это была еще иллюзия Магнуса, потому что с Солбайем был нажат спелл. Да, подуем героем, да, это тоже универсал какой-то. Ну, Ларл еще стоял, на самом деле демэдж давал. То есть не столько в ДК была история... Да, там несколько поизонов, я видел еще хилл, несколько поизонов, там под минус армором, иллюзии, и все. Знаешь, помимо вот всей этой картины, пик, то есть поддерживает друг друга, да, то есть этот минус армор, который стакается, да, то есть этот поизон, который увеличивается демэдж и так далее. Но тут уже конечное просто. Магнус дал РП в одного Леона. Магнус дал РП в одного Леона, подъехал, и сразу же Войт поставил в него хроносферу. Все, и продлить не было чем просто. Да-да, честно говоря, ощущение такое, словно не медузой надо контрить команду Спирит, это что-то, что-то доставать там из загашничка, может быть, какие-то Мипа, там Аркавардены, террор... Может быть, есть смысл про ТБ вспомнить, кстати говоря, тоже про темп-герой. Специфичный, согласен, да, но... Мы же уже обсуждали, темп не работает против ТБ. Ну да, но я к тому же, если вы уж пробуете, ну, по аналогу с Медузой, да, то, ну, как бы другого героя просто как-то взять. Ну, я по-прежнему считаю, что можно было пикнуть действительно саппорта, даже если вы взяли Виномансера, чтобы выиграть какую-то линию, или с учетом того, что он будет большой, если он выигрывает линию, потом вешает те же самые дебафы, что делает именно... Ну, как герои расцениваются, да, то есть сейчас поставь просто Виномансера на пятерку, и если он выиграл линию, ну, то есть ты увидел, что он выиграет линию, к примеру, против Леона. Эта же линия не такая сложная, да, то есть, ну, просто постучал, 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 на ресурсы сыграл, но две тысячи на торс на пятый все точно будет, и потенциал на то, что ты кинешь ульту и яд, будет. А это значит, а для чего ты брал тогда героя? Так хорошо, а что не может Веник сапп по отношению к Венику кору? Сложно. Да, то есть давай посмотрим, кстати, кому мы, в принципе, ну, понятно, что тут MVP Ятора или Мипошка, коллапса не будет, ну, не надо. Мы просто на МБ героя играем. А, кстати, тот тоже на МБ, получается Мипошка. Ну, ты судишь по КДА только, правильно, или как? Ятора сыграл, ну, как обычно, хорошую... Как обычно Ятора. Ятора, как обычно, он классно сыграл, без вопросов. Ну, Ларлу точно нельзя давать, ну, будем честны? Ну, нет, ну, нет, давай так, нет, тут не точно. Мира, он был в игре, да, все четко делал, вот, но, знаешь, не было такого, что яркое исполнение. Ты знаешь, тяжело вообще у кого-то, кого-то из команды Spirit оценить больше, чем вот... Я бы в целом просто MVP команде отдал, понимаешь? Да. Ну, да, ладно, были хорошие. Ой, давай скажи, что я все по КДА посчитал. Да нет, просто в целом вот сила команды, Spirit командности, вот, все к этому все отношу. То есть они каждый друг друга стоят, каждый друг друга здорово дополняет, и нет такого, что какой-то чел на кире просто бегает и тащит всех, потому что он нереально мощный. Ну, да, если поддержать твои слова, действительно, MVP матча – это не тот человек, который играл один. Да, то есть или не тот, кто сделал больше, чем другие. Конечно же, есть ребята, знаешь, это вот как есть режиссеры, которые сзади, да, то есть они не показываются на камере, да. Да.